Водители аэродромной службы Специалисты называют этот автомобиль ЭД-244 Машина, сделанная на базе автомобиля МАС В летнем варианте это поливомоечная машина Зимой песка разбрасывающая Также водители 4-го разряда управляют оперативными автомобилями Chevrolet Niva Этот автомобиль предназначен для более мобильного передвижения инженера и начальника смены Так как за каждой сменой закреплен определенный участок искусственного покрытия аэродрома В обязанности водителей этого автомобиля также входит сопровождение по перрону транспорта подрядных организаций Газель Тоже входит в ведение водителей 4-го разряда Предназначена она для передвижения бригад аэродромных рабочих и оборудования Ротор Спецтехника, предназначенная для работы в зимний период Это машина, выбрасывающая снег с покрытий Водители стажируются с наставником на каждый вид спецтехники как минимум 14 смен После чего сдают экзамен И только после того, как водитель пройдет стажировку на всех видах техники Его закрепляют за конкретным автомобилем В зависимости от потребностей службы и способностей самого водителя Стоит отметить, что на эту работу принимаются водители со стажем работы от 3 лет минимум Соответствующей записью в трудовой книжке Мы познакомились со спецтехникой, которой могут управлять водители 4-го разряда И только после получения следующей, пятой категории водитель может пересесть на более сложную, более дорогостоящую и более мощную технику Пложно-щеточно-продувочная техника Она сгребает снег С помощью щетки проводит более чистую уборку И дальше с помощью продувочного оборудования сдувает остатки мелкого мусора с голого асфальта Машина для обработки покрытия жидкими и сухими химическими реагентами Этот автомобиль используется только в зимний период Это вакуумный автомобиль Если сказать простым языком, это огромный пылесос, который представлен двумя видами Малая и большая вакуумная машина Но есть спецтехника, для управления которой не хватит даже пятой категории Для того, чтобы управлять этим автомобилем, необходимо будет получить дополнительное знание Это ветровая машина Машина, на которой закреплен работающий авиационный двигатель С помощью которого с искусственного покрытия сдувается практически все Поток воздуха из этого сопла вырывается с такой скоростью, что способен с легкостью отбросить человека на несколько метров Поэтому работа на этом автомобиле сопряжена с повышенной опасностью Также к этой категории относится тепловая машина с авиационным двигателем Закрепленным спереди автомобиля Эта спецтехника используется на аэродроме в зимний период И предназначена для отрыва льда от искусственного покрытия Еще один вид спецтехники, и он тоже относится к аэродромной службе Это дорожно-разметочная машина Название которой говорит само за себя Давайте посмотрим В аэродромной службе водители работают посменно День, ночь и двое суток дома Всего в службе существует четыре смены И в каждой смене в зависимости от времени года Одновременно работают летом от 30 до 40 человек В зимний период от 50 до 60 человек Это связано с тем, что зимой на аэродромную службу В разы увеличивается нагрузка Рабочий день водителя начинается с 8 утра или 8 вечера В зависимости от смены За 30 минут Ровно столько дается водителю на принятие смены Он должен Получить в диспетчерской аэродромной службы путевой лист Пройти с ним медицинский осмотр Принять автомобиль у сменного водителя Смена принята В 8.30 он должен Явиться на разбор заданий в холл третьего этажа здания аэродромной службы Заправить по необходимости автомобиль Приступить к выполнению заданий После окончания смены Еще раз пройти медицинский осмотр В 8.30 утра или 8.30 вечера Автомобиль должен быть сдан следующему водителю Это участок по ремонту спецтехники Дело в том, что за каждым водителем закрепляется машина За техническим состоянием которой должен следить собственно водитель И помогают ему в этом слесаря Которые работают на этом участке Подводя итог можно сделать вывод Что водитель аэродромной службы Должен быть внимательным Ответственным Уметь работать в команде Ну и наверное самое главное Он должен понимать важность этой профессии Ведь от аэродромной службы Зависит безопасность поляков Водитель аэродромной службы